Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, за богослужением читаются два евангельских зачала. Святительское Евангелие от Иоанна, в память великого Учителя Церкви Григория Паламы и дневное чтение от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. И немогущим приближитесь к нему народа ради, Открыши покров и дежебе, И прокопавши, свесиши одор, На нем же расслабленный лежаше. Видев же Иисус веру и глагола расслабленному, Чада отпущаются тебе греси твои. Бях уже нец и от книжник ту сидящий, И помышляющий в сердцах своих. Что сей така глаголит хулы, Кто может оставлять и грехи, Токма един Бога. И абе, разумев Иисус духом своим, Яко така ти и помышляет в себе рече им. Что сия помышляете в сердцах ваших. Что и седобе, Речи расслабленному, Отпущаются тебе греси. Или речи, восстани и возьми одор твой и ходи. Но до увести, Яко власть им и сын человеческий на земли, Отпуща ти грехи. Глагола расслабленному, Тебе глаголю восстани, И возьми одор твой и иди в дом твой. И восста абе, и взем одор, и зыди пред всеми, Яко дивитесья всем и славите Бога глаголющим. Яко николи же тако видихом. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время пришел Иисус Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, Чадо, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что Он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И Иисус, тотчас узнав духом свеи, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель свою и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И тотчас встал, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Когда Господь пришел в Капернаум, вокруг него собралась большая толпа. Народ теснился к нему, чтобы послушать его учения и получить от него исцеление. В короткое время маленький восточный домик, в котором остановился Господь, оказался заполненным тесной толпой, так что в нем не было уже места. Среди множества недужных, которые приходили ко Господу сами или были приведены близкими, был и расслабленный, которого четверо человек принесли на постели к дому, где пребывал Спаситель. Но, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Дома устаивались таким образом, что средняя часть была открыта сверху и называлась двором. В случае ненастья и в жаркое время двор покрывали щитами из досок, кожи или полотна. Во дворе обычно собиралась вся семья домовладельца и проходили городские приемы. Плоские кровли домов служили местом для отдыха, куда поднимались по лестницам, которые устраивали обычно со двора. Понятно, что при таком устройстве домов и дворов не было необходимости ломать кровлю и потолок, чтобы спустить сверху расслабленного. Надо было взойти по лестнице на кровлю, дойти до начала двора, прикрытого временной разборной кровлей из щитов, снять один из таких щитов и на веревках опустить вниз больного. Что и сделали, принесшие расслабленного. Только сильная вера могла подвинуть их на такой смелый поступок. И Господь, видя эту веру, говорит, обращаясь к больному. «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Именно на эти слова Спасителя обращает наше внимание блаженный Феофилакт, указывая, что расслабление произошло главным образом от грехов, поэтому прежде всего Господь отпускает их. Вера в неразрывную связь между страданием и грехом составляла неотъемлемую часть ортодоксальной иудейской религии в эпоху Иисуса Христа. Ефимий Зигабен указывает на то, что исцелять тресные болезни было свойственно и святым, но отпускать грехи свойственно одному только Богу. Потому-то и возмущались книжники. Они пришли в негодование из-за того, что Иисус, по их мнению, присвоил себе пророгативу Творца, и потому по их представлениям оскорбил Бога. Господь даже не пытался спорить с ними. Он просто применил против них их же оружие. Что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань и ходи». Но не будем забывать, что книжники сами верили в то, что никто не может встать до тех пор, пока не будут прощены его грехи. Если Христос мог дать этому человеку возможность встать и ходить, то это служило неопровержимым доказательством того, что человеку были прощены грехи и что утверждения Спасителя справедливы. Так Иисус Христос показал, что может даровать прощение душе человека и исцеление его телу. Перед нами, дорогие братья и сестры, чудесная картина человека, исцеленного и спасенного верой его друзей. Если бы не они, он так никогда бы не смог приблизиться ко Христу, чтобы получить исцеление. Мы не можем принудить людей принять Христа против их воли. Не каждому дано помочь другим в познании религиозной истины. Но в наших силах указать путь, на котором они сами смогут найти для себя эту истину. Мы не можем сделать всех людей христианами, но можем приложить все усилия, чтобы собственным примером нашей любви привести людей ко Христу. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя уповам, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok